Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем шестую главу второго послания апостола Павла к Коринфянам. В этой главе, в первых двух стихах, завершается похвальное слово апостольскому служению, которому была посвящена предыдущая глава. Апостол Павел говорит о том, что смысл его служения как апостола — быть служителем радости, быть служителем Нового Завета. И он просит Коринфян принять его служение и его образ как апостола, как некое рекомендательное письмо. Как сотрудники Бога, то есть как соработники декана, служители Бога, мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь он говорит, в благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе. И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения. Завершается это похвальное слово, цитаты из пророка Исаии. И здесь апостол Павел прибегает к излюбленному приему экзегезы. Точно так же, как Господь в синагоге Капернаума, цитируя пророка Исаию, в какой-то момент добавляет к этому лишь одно слово. Сегодня это исполнилось, сегодняшний день и есть тот обещанный день спасения. Также апостол Павел завершает свое похвальное слово. И о чем он просит своих учеников? Чтобы та благодать, которую они получили через него, не оказалась бесплодной, не оказалась напрасной, чтобы никто не погубил тех плодов, которые принесло его служение. И дальше он возвращается к теме рекомендательного письма, потому что между общиной и апостолом существует проблема. Он ищет примирение, его действительно очень глубоко задели и оскорбили. И он продолжает эту тему, он как будто оправдывается перед своими учениками, коринфянами, в том, каким он является. Мы делаем все, чтобы не быть нам камнем преткновения ни для кого, ни в чем, дабы не хулилось наше служение. Мы стремимся, напротив, во всем явить себя истинными служителями Божьими. И дальше апостол приводит список своих заслуг, которыми он хвалится. Но в действительности это не заслуги, а список каких-то заключений. Коринфяне упрекают апостола в предыдущем письме, что они не могут похвастаться им, когда их спрашивают, а кто ваш учитель? И вот они говорят, что это Павел, который работает как раб, он невзрачный с виду, он не отличается ни силой, ни богатством. То в ответ Коринфяне слышит издевательство, а у вас не может найтись какого-то другого, более достойного наставника и учителя. И поэтому апостол Павел как будто оправдывается, он говорит, я не хочу быть ни для кого камнем преткновения. И чтобы наше служение не хулилось, то есть не критиковалось только потому, что я не отличаюсь теми достоинствами, которые так ценит мир. Но он отличается стойкостью. И его стойкость, его упорство являются лучшим рекомендательным письмом. «С неизменной стойкостью переносим мы любые бедствия, нужды и невзгоды, побои, заточения в темнице, бесчинство толпы, неизбывные труды, бессонные ночи, мучительный голод». То есть апостол Павел перечисляет все несчастья, которые ему выпадают во время апостольских путешествий, миссионерских странствий. И, конечно, здесь нечем хвататься. Но в том-то и секрет, что сила Божия совершается в немощи, потому что человеку, который сам по себе богат, силен, молод, прекрасен, не нужна благодать Божия. Но от того, что апостол Павел с таким мужеством переносит все эти напасти, является свидетельством того, что в нем действует сила Божия. Его надежда все время обновляется. «Мы не поступаемся нравственной чистотой и подлинным знанием, не изменяем долготерпению и доброте, пребывая в духе святом и любви нелицемерной, в слове истины и в силе Божией». И дальше он приводит образ, который заимствован тоже из пророческой литературы Ветхого Завета. Обычно Бог изображается как Бог-воитель, который в одной руке держит меч, оружие нападения, в другой руке держит щит, оружие защиты. И обычно эти образы воины применялись к Богу. Здесь апостол Павел их применяет к себе самому и одновременно тем самым указывает христианам, что вы есть воины христовые. Мы держим оружие праведности в правой и левой руке. «Наша участь – честь и бесчестие, добрая молва и худая. Нас почитают обманщиками, мы истину говорим. Мы как будто неизвестны, но нас все знают. Нас почитают умершими, а мы, как видите, живы. Нас карают, пытаются уничтожить, и все же не убиты мы. Огорчаемы – мы всегда радуемся. Нищи – мы многих обогащаем. Ничего не имея, всем обладаем». Фактически апостол Павел повторяет некоторые упреки, которые звучали в адрес христиан. И христиане являются живым парадоксом, точно так же, как сам Христос, есть парадокс для человеческой мудрости и познания, потому что Бога совсем не так себе представляют язычники. И поэтому, чтобы не выпало на твою долю слава или бесчестие, все это не имеет принципиального значения, поскольку мы лишь только носители божественной силы, а то, что выпадает на нашу долю, уже зависит не нас, и поэтому за нами стоит Бог, и это самое главное для апостола. Затем он переходит к нежным словам увещевания. Он обращается к Оринфинам со словами любви и отеческой нежности. В частности, он сказал в предыдущем стихе о том, что он сам человек бедный, но его бедность для того, чтобы его ученики были богатыми. Поэтому, ничего не имея, мы всем обладаем и нищие, мы многих обогащаем, апостол Павел намекает, что я вас обогащаю, и мое служение есть богатство, и вы можете им хвалиться. И дальше он говорит о своей любви к ним. Это происходит на языке сердца. Наши сердца и наши уста широко распахнуты для вас. Вам не тесно в нас, но вы в своих чувствах слишком мало места отводите нам. То есть, в вашем сердце мне тесно. «Как детей своих прошу, ответьте нам взаимностью, и пусть сердца ваши станут столь же открытыми». Речь идет не только о человеческой взаимности, потому что, конечно, всегда радостно и счастливо, когда любовь получает ответ, когда она становится взаимной. Но между людьми чаще всего этого не происходит. Но апостол Павел говорит о чем-то большем, чем просто земная взаимность. Сам этот образ сердца, который может стать для кого-то большим дворцом, и тебе просторно, уютно в нем, настолько тебя любят. Либо наоборот, тревоги, ревность, злоба сужают сердце, и поэтому человеку, которого любят, тесно в таком сердце. Но апостол Павел здесь возвращается к другому образу, который мы встречали в предыдущей главе. Бог пишет на скрижалях сердца. На Синае Бог высекал заповеди Завета на каменных скрижалях. И это было, собственно, ручное письмо Бога, как рекомендательное письмо, с которым Моисей спускается с вершины горы Синай. В Новом Завете Бог пишет на других скрижалях. В качестве материала ему служат живые сердца, сердца из плоти, сердца новых людей. И какие же заповеди он на них пишет, заповедь любви. И поэтому, что написано на этих сердцах, написаны имена братьев. Поэтому образ взаимной любви, братской милосердии и заботы, и есть эти скрижали Нового Завета, и закон Нового Завета. И следующий образ Нового Завета – это, конечно, образ храма. И здесь апостол Павел очень тонко повторяет то, что пророк Моисей говорит в конце книги Второзакония, когда народ готовится войти в землю обетованную, войти в землю, полученную в результате Завета, получает инструкции, как себя нужно вести, как нужно жить. И первое, от чего предупреждает Бог, это от идолопоклонства. «Не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущими не по вере». И дальше идут риторические вопросы. Что общего у праведности с беззаконием? Или как свет может мириться со тьмой? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник? О каком можно говорить союзе храма Божия с идолами? В действительности риторические вопросы не предполагают ответов, но здесь предлагается выбор. Если вы выбираете одно, то вы должны отказаться от другого. Невозможно выбрать и то, и другое. Поэтому выбирайте. Либо праведность, либо беззаконие. Либо Христа, либо Велиара. Слово «Велиар» буквально означает ничтожество в еврейском языке. Это одно из имен сатаны. Точно так же, как слово «Вильзеву» одно из имен сатаны. И означает «бог мух». Точно так же «Велиар» — это некая пустота. Поэтому выбирайте, либо вы со Христом и Его сиянием и полнотой жизни, либо с пустотой. Потому что невозможно верующему жить под одним и тем же ермом в одной упряжке с безбожником. Вот этот образ единого ерма, единые упряжки — тоже очень яркий и сильный образ. И если вы сами действительно храм Бога Живого, слава воскресшего Христа пребывает в вашем сердце, то вы не можете этот дом Бога превратить в какой-то пантеон, где одновременно находится место для идолов, для посторонних людей. Точно так же, как в браке, имея законную жену или мужа, вы не можете одновременно в свой дом приводить посторонних людей. Точно так же и любые языческие божества, идолы, совершенно несовместимы с образом завета, с образом брака. Ведь мы и есть храм Бога Живого, как сам Он о том и сказал. И дальше следует серия цитат из пророков Ветхого Завета. «Устрою себе обитель в них и буду жить среди них. Я буду их Богом, а они будут моим народом». Это совершенно потрясающая формула Завета. Что такое Завет, как брачный союз? Это означает, что единственное, что Бог сможет сказать о самом себе, Он Бог этого народа. Когда у народа будут спрашивать, кто ты, как твое имя, само имя этого народа, будет в действительности указывать на Бога. Таким образом, друг для друга они становятся всем. И они будут жить в одном месте, в одной обители. «Устрою себе обитель в них, я буду пребывать в них, буду жить среди них». Так воскреши Христос живет в церкви и присутствует среди своих учеников. Вторая цитата. «Поэтому выйдите из среды их, говорит Господь, и отделитесь от них. К чистому не прикасайтесь, и я приму вас». Здесь образ святости. «Будьте святы, как свят Бог». Этот образ «отделитесь от всего нечистого, от всякой скверны». Точно так же, как Бог несовместим ни с какой скверной и ложью, так же и вы должны стать святыми. И тем самым вы вступите в завет с Богом. «Я буду для вас отцом, а вы будете мне сыновьями и дочерьми», продолжает Господь-вседержитель. Вот другой замечательный образ завета – это образ отца и сына. Бог будет отцом для своего народа, а его народ станет для него сыновьями и дочерями. Настолько, что в Новом Завете это приобретет новое звучание. В молитве «Отче наш» мы говорим о том, что Отец Бог, к которому мы обращаемся в молитве, Он является не только Отцом Иисуса Христа, что само по себе правильно и законно, но и каждого из нас, и главное, что каждого из нас вместе взятых, Он наш общий Отец. Поэтому «Я буду для вас отцом, а вы будете сыновьями и дочерьми». Все эти три цитаты, которые заимствованы из Ветхого Завета, приобретают совершенно новое звучание в контексте Нового Завета, Завета, заключенного в воскрешем Христе Сыне Божием. На портале Exegiat.ru с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.